Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Тикмил и с вами я, Артур Изятуллин. Как я уже писал в ряде предыдущих материалов, доллар оказался фундаментально недооцененным и в конце прошлой недели произошла коррекция после нескольких нелепых продаж. Нелепых, потому что не было какой-то солидной причины для продажи доллара, так как и экономические факторы, и политические указывали на то, что он должен продолжить расти. Как видите, вот здесь на этом графике, на индексе долларов, как только индекс спустился до уровня 94.50, здесь произошла небольшая консолидация. Индекс пару раз пытался пробить уровень 94.50, но у него это не особо получилось, и после вот этой консолидации он вновь начал расти. Мягкая позиция Пауэлла, затишенная на тарифном фронте, на время позволит переключиться на внутренние факторы стран других национальных валют, но в конце прошлой недели внимание было вновь обращено на доллар. Самая вероятная причина для этого – это приближение даты введения новых тарифов, мощного источника инфляционного давления, который ФРС придется сдерживать повышением ставок. Другие мировые банки у нас продолжают отставать в плане ужесточения политики, потому что макроэкономические данные не позволяют им сделать это, и лучшее соотношение риска доходности среди основных валют предлагает сейчас исключительно доллар. В пятницу неприятие к риску вновь возросло, и капитал хлынул в доллар, после как Трамп сообщил, что готов на сделку с Мексикой, указав на то, что острые переговоры, острые углы в переговорах с Канадой обойти не удается. В субботу Трамп также заявил, что соглашение на ФТА вполне жизнеспособно в виде двухсторонней сделки, намекнув, что легкий конец переговоров с Канадой, которые рынки уже завожили неожиданно, оказался сложным. То есть возникли некоторые противоречия в соглашении с Канадой. Попытки Конгресса смягчить позицию Вашингтона не удались, так как Трамп преградил сорвать этот договор вообще. Тем не менее, основная угроза для мировой торговли исходит из тарифов США против Китая, и, соответственно, тарифов Китая против США, который может выйти на новый уровень уже в четверг. Трамп сообщил, что готов ввести пошлины против китайских товаров на 200 миллиардов долларов после окончания периода обсуждения. Данные по инфляции в еврозоне, которые вышли в пятницу, указали на то, что инфляция у нас отстает от прогнозов. Базовый показатель у нас вырос на 1%, не оправдал ожидания, так же, как и широкий показатель. Что касается безработицы, то она у нас также не показала никаких сюрпризов, вышла на уровни с ожиданиями. То есть она лишена сейчас намеков на повышение инфляции. Напомню, что снижение безработицы часто означает дефицит работников и сопутствующую инфляцию зарплат, которая затем через расходы переносится на потребительскую инфляцию. В то же время данные от Мичиганского университета по потребительским настроениям, а также Чикасский индекс активности у нас, они оба индикатора у нас оправдали ожидания и пока не дают повода придраться к безукоризненному росту американской экономики. Инфляционное ожидание вперед. Также важный показатель, о котором говорил Пауэлл в своем выступлении, они у нас были пересмотрены в сторону повышения до 3%. То есть это еще один сигнал в пользу роста потребительских трат. Отчет по активности в производственном секторе в Японии в целом указал на стагнацию в секторе, однако любопытно проанализировать причины этого. Сектор преимущественно нацелен на экспорт, и поэтому экономические данные по Японии, по производственному сектору, хорошо отражают тренд протекционизма в глобальной торговле. Данные у нас показали, что экспортные заказы снизились, преимущественно за счет снижения заказа со стороны Китая, то есть одного из главных торговых партнеров Японии. С другой стороны, давление на производитель оказывает рост инфляции и сдержек. Кроме затрат на энергию, это еще и тарифы со стороны США, которые через цепочки поставок затрагивают сейчас китайских производителей. В таком случае, Банку Японии следует поддерживать сектор через Сабу иену, что он, скорее всего, и будет делать. Это снижает у нас шансы на сдвиге в политике в среднесрочной перспективе или даже какую-то смену риторики на заседаниях до конца этого года. Фонд совершил у нас провальную попытку на прошлой неделе укрепиться против доллара. Он у нас отыгрывал оптимизм по Brexit после сообщения главного переговорщика со стороны ЕС о беспрецедентном предложении по сделке с Британией. Однако премьер-министр Мэй у нас отвергает данное предложение, все равно продолжает продвигать свой план, который рассматривается как неудовлетворительный со стороны ЕС. Проблес надежды сменился унынием после того, как главный переговорщик со стороны ЕС Барниер заявил, что он против предложения Мэй. Неформальный дедлайн по переговорам Brexit сдвинут с октября до середины ноября. Валюта развивающихся рынков у нас также склоняется к дальнейшему снижению. Доллар турецкий лир у нас потерял, так же, как и рубль против доллара. И хоть и данные потери оказались в понедельник умерен, то есть нет широкомасштабного сброса ликвидации позиций по валютам, развивающихся рынках, снижение их против доллара, скорее всего, продолжится из-за угрозы введения новых тарифов. Отчет по безработице внести в хозяйственном секторе и по зарплатам, выход которых намечен в пятницу, у нас сейчас становится ориентиром для доллара на этой неделе. И данные из июля по экономике США у нас сейчас позволяют формировать положительные ожидания, которые будут выражены в укреплении американской валюты на этой неделе. Краткосрочная цель по индексу доллара у нас остается уровень 95.50, вот этот уровень. То есть за 4 дня до отчета следует ожидать рост доллара вот до этого уровня против основных других валют. И в пятницу вот это движение доллара наверх показывает, что подготовка к этому росту уже, скорее всего, была проведена. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду. Субтитры сделал DimaTorzok